Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, Лех-Лехас, глава о первом человеке, который вызвал переворот в мире, это Аврааме. На Аврааме построено все, Авраам перевернул мир. Авраам это первый человек, который изменил себя. Вот это надо понять. В чем его величие? В том, что он сам стал из члена семьи, из два поклонника Тереха, великого Авраама. Авраам, он человек, который не пытался выставлять свое «я» вперед, а пытался реально найти хозяина мира. Всем остальным это свое «я» мешало, по крайней мере. Он первый, который осмеялся сказать, что человек – это существо, которое должно искать Бога, искать свет. Все остальные искали себя, как бы себе, что-то сделать, что-то нажить. Удача и неудача – это понял Авраам, заложенный в двух вещах – связи с Творцом и в изменении самого себя. И поэтому иудаизм, например, говорит, что прежде чем разрушать или изменять несовершенное общество, надо постараться изменить к лучшему каждого человека. И прежде чем вот этот вот несовершенный, а порой и безнравственный человек возьмется за переделку мира. Так написано. Любому чуду в материальном мире обязательно должен предшествовать чудесные изменения в чем? В нашем характере. Материальная реальность и человеческая натура, написали мудрецы, связаны между собой. Хочешь чудо в этом мире? Легко. Когда мы невероятным образом меняем себя, изменится невероятным образом обстоятельство материального мира. Все очень просто. А нам кажется, что для этого нам надо кому-то пойти, куда-то поехать. Все меняем мы. Нас, например, удручают войны. Написано, что мир во всем мире начинается внутри каждого человека. Если ты сам ненавидишь, почему ты тогда удивляешься? Что изменилось? Ну, как вам сказать? Чтобы поменять человечество, мы должны изменить в первую очередь сами. А не какой-то там глобальный переворот. Легко пойти на акцию протеста, но труднее посмотреть на себя в зеркало и изменить себя. А с этого надо начинать ощущения. И это понял Авраам. Если вашему другу нужны 5 долларов, а у вас есть только 5 центов, да? То вы не сможете помочь вашему другу. Мы можем делиться только тем, что имеем. Поэтому, прежде чем брать миссию на себя по спасению мира, мы должны изменить себя. И кто это первый понял, повторяю, Авраам начал поступать иначе. Начал достигать совершенно других вещей наполнения своей жизни. А тем, кто сомневается в личной трансформации, надо напомнить такую суровую каббалистическую истину. Весь негатив, который мы видим вокруг нас, является отражением того зла, которое скрыто в наших сердцах. Авраам открыл, кстати, еще и другую истину. Что значит полагаться на Бога? Все рассказывают, что не полагаются. Согласно тому, что говорили мудрецы, потом и Авраам первый, это не значит быть уверенным, что все повернется к лучшему. Это немножко иначе. Это ясное осознание, что все, что отпущено человеку свыше, это все для его блага. Бог всегда с нами, это надо доверять ему просто. Но, знаете, хорошо доверять, когда у тебя все в порядке. Вы знаете, вот человек, вот который, думайте, человек, который открыл Бога на земле, человек, который перевернул мир, самый близкий к небу, к свету человек. И что дальше получается? Он получает 10 самых тяжелых испытаний. Значит, мы что-то недопонимаем до конца с испытаниями в этом мире. Мы что-то не так. Жизнь вообще устроена для того, чтобы, как бы, найти надо, мы должны искать Бога. Мы должны искать Бога, или свет, хотите, называйте. Но, а чтобы искать, кстати, надо узнать, где он прячется. Каббала говорит, что каждый человек сотворен двумя различными аспектами. Тьмой и светом. Как и весь мир, впрочем, да. Тьма – это материальность, которая сидит в человеке. Так вот написано, за этой материальностью прячется свет. Свет в нас – это наша душа. Наша эго, наша материальность затемняет ее. Вот эта внешняя оболочка души, она скрывает свет настоящий. Поэтому, знаете, вот надо, очень важная формула. Не поверю, пока не увижу, надо поменять на формулу, не увижу, пока не поверю. У нас все иначе. Как евреи сказали, сначала выполним, а потом разберемся. И вот Авраам это начал. Авраам, вернемся к началу, сказал, что вообще, почему велик Авраам? Потому что подъем по духовной лестнице требует гораздо большего величия и мощи, говорили мудрецы, чем покорение народов, создание империи или накопление несметных богатств. Так этот мир устроил. Авраам, кстати, был и первым репатриантом. Первым человеком, который был сорван с места и пошел неизвестно куда. Написано, что ему было суждено пройти, как потом его миллионам потомков, через все неприятности и муки абсорбции, процесса привыкания эмигранта к новым условиям. Недаром Алия считается первым из десяти испытаний, выпавших на долю нашего праотца. И только когда он выдержал это, он оказался достойным для остального. Авраама, кстати, не все любили. Люди всегда ожесточенно защищают свою, как сказал мудрец, тюремную камеру своего «я» от любого освободителя. Еще одно. Авраам познал Творца в три года. То есть три года он не знал Бога. И вот души стремятся вернуться в этот мир. Говорят мудрецы, что Авраам Потоцкий, это сказал Хафицхайм, в нем была душа праотца нашего Авраама, который познал нашего Творца в три года. И поэтому Потоцкий, прожив евреем три года до того, как его сожгли, восполнил нашему праотцу все, что ему не хватало в первые три года жизни. Очень много еще можно рассказывать об Аврааме. Давайте хотя бы усвоим, переварим то, что я успел рассказать сегодня. Брехавая слыха.